Способы и рецепты лечения грибка ногтей в домашних условиях. У вас есть грибковая инфекция, возможно тяжело протекающая, ваш ноготь стал желтым и коричневым, легко отслаивается и скалывается. Загляните во всемирную паутину и вы найдете множество естественных лекарств от грибка ногтей на ногах. Но работают ли они? Сегодня мы расскажем вам о том, что действительно работает при лечении грибка ногтей в домашних условиях. Внимание, не занимайтесь самолечением. В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните, поставить диагноз и назначить лечение может только врач. Грибок или микоз – заболевание, которое спровоцировано патогенными или условно-патогенными грибами. Зачастую болезнь вызывают грибы дерматомицеты, к которым относят трихофитон рубрум, трихофитон ментагрофитес, эпидермофитон. Однако патология может быть спровоцирована и микроорганизмами рода кандида. По статистике является наиболее распространенным дерматологическим заболеванием. Как выглядит грибок ногтей? О том, что у вас грибок, свидетельствуют следующие признаки. Ногти шершавые и ломкие, деформация формы ногтей, расслаивание или истончение утолщения ногтевой пластины. Тусклые и непрозрачные ногти могут иметь участки коричневого, желтого или зеленого цвета. Присутствие зловонного запаха, ломкость или даже полное отделение ногтя от ногтевого ложа также может свидетельствовать о наличии инфекции. Мнение врача. По словам доктора-дерматолога, грибок стопы не исчезнет сам по себе. Если вы думаете, что у вас грибок стопы или ногтя, обратитесь к специалисту. Важно знать, что есть и другие заболевания, которые могут вызывать изменения ногтей. Например, мы видим такие вещи, как плоскоклеточный рак кожи в ногтевых ложах, и даже меланомы, которые имеют коричневатый или черноватый цвет. В большинстве случаев грибковая инфекция ногтей обычно не вызывает боли. В некоторых случаях грибок может поражать и стопу, особенно между пальцами. Данное заболевание называется стопа-атлета. Предрасполагающим фактором развития онихомикоза является частое пребывание в теплой и влажной среде, такие как бассейны, раздевалки. Или даже жизнь во влажном климате повышает риск развития этих типов инфекций. Внимание! Известно, что у мужчин грибковые инфекции ногтей на ногах развиваются чаще, чем у женщин, а также у людей с ослабленной иммунной системой, людей с диабетом, плохим кровообращением и пожилых людей. Что быстро убивает грибок на ногтях? Препараты, предназначенные для профилактики и лечения грибковых поражений, называются антимикотиками. По механизму действия антимикотические средства можно разделить на два типа. Фунгицидные уничтожают споры грибковой инфекции. Фунгистатические подавляют активность микроорганизмов, но не убивают и препятствуют распространению инфекции. Сила действия самого препарата зависит непосредственно от чувствительности того или иного грибка к лекарственному веществу, а также от дозировки самого лекарства. Таблетированный или пероральный прием препаратов, таких как тербинофин, ламизил или флуконозол, дифлюкан, традиционно используются для лечения системного микоза. Эти методы лечения эффективны, но могут вызывать серьезные побочные эффекты, такие как расстройство желудка, головокружение, серьезные проблемы с кожей и желтуху. Для лечения грибка ногтей лучше использовать препараты для наружного применения, так как они не оказывают системного действия и почти не вызывают побочных реакций. Местные средства выпускаются в форме мазей, кремов, капель для ногтей, противогрибковых лаков. К сожалению, не существует быстрых решений, когда дело доходит до лечения грибка ногтей. Это связано с тем, что новый ноготь на пальце ноги должен вырасти, чтобы заменить старый, поврежденный ноготь на пальце ноги. Отрастание ногтя на пальце ноги может занять много времени, до 18 месяцев. Этот временной интервал зависит от того, насколько быстро или медленно растут ваши ногти и насколько серьезна грибковая инфекция. Возможно, поэтому многие люди вместо этого прибегают к домашним средствам для лечения грибка ногтей. Подпишись на наш канал и ты узнаешь о домашних процедурах, наиболее часто используемых в лечении грибка ногтей в домашних условиях. Внимание! Материал носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным в нем методам лечения без предварительной консультации с врачом. Масло чайного дерева. Масло чайного дерева, также называемое мелалиукой, представляет собой эфирное масло с противогрибковыми и антисептическими свойствами. Наносите масло чайного дерева прямо на пораженный ноготь два раза в день с помощью ватного тампона. Масло орегано. Масло орегано содержит тимол, обладающий противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Чтобы вылечить грибок ногтей на ногах, наносите масло орегано на пораженный ноготь два раза в день с помощью ватного тампона. Некоторые люди используют масло орегано и масло чайного дерева вместе. Уксус. Существуют только неподтвержденные данные, подтверждающие использование уксуса для лечения грибка ногтей на ногах. Тем не менее, это достаточно безопасное домашнее средство, которое стоит попробовать. Замочите пораженную ногу в одной части уксуса на две части теплой воды на 20 минут в день. После этого хорошо высушите ноги. Делайте это один раз в день в течение нескольких недель. Также можно сделать естественный пилинг с одной столовой ложкой рисовой муки и двух столовых ложек уксуса. Наносить на пораженный ноготь и оставить на 5-10 минут. После промыть ноги и хорошо высушить. Повторять 3-4 раза в неделю в течение одного месяца. Бикарбонат натрия. Смешайте две части бикарбоната натрия с одной частью теплой воды. Сделайте пасту. Нанесите эту пасту на пораженный ноготь и оставьте на 20 минут. Затем промойте и хорошо высушите обработанные участки. Повторяйте данную процедуру 2 раза в неделю в течение месяца. Вы также можете посыпать немного соды в обувь и оставить на ночь. Утром удалить сухой тканью. Это позволит предотвратить распространение грибка ногтей. Перекись водорода. В качестве противогрибкового средства можно использовать раствор перекиси водорода. Его биологически активные соединения могут помочь устранить инфекцию ногтей на ногах. Возьмите стакан 3% раствора перекиси водорода и смешайте его с тремя стаканами воды. Замочите ноги в этом растворе на 20 минут. Затем промойте и хорошо высушите обработанные участки. Повторяйте данную процедуру 1 раз в неделю в течение месяца. Алоэ вера. Алоэ вера обладает ранозаживляющими и противогрибковыми свойствами. Оба эти свойства могут помочь в борьбе с дерматофитами, вызывающими грибок ногтей. Извлеките гель из свежего листа алоэ вера. Нанесите на пораженный ноготь. Оставьте на 20 минут, прежде чем смыть. Повторяйте данную процедуру от 1 до 2 раз в день в течение месяца. Листерин для полоскания рта. Ополаскиватель листерин содержит ментол, тимол и эвкалипт, обладающие антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Возможно, поэтому это популярное народное средство от грибка ногтей на ногах. Сторонники лечения рекомендуют замачивать пораженную ногу в ванночке с листерином янтарного цвета на 30 минут ежедневно. Домашние средства могут быть более эффективными, чем лекарства, отпускаемые по рецепту, при лечении грибка ногтей на ногах легкой и средней степени тяжести. Хотя домашние средства обычно имеют меньше побочных эффектов, научных доказательств того, что они работают, все же меньше. Когда инфекция исчезнет, держите ногти на ногах сухими, чистыми и хорошо подстриженными. Ключевые выводы. Вы можете заразиться грибком ногтей на ногах по разным причинам, включая травмы ногтей, плохую гигиену ног, повышенную влажность. Есть как домашние средства, так и медицинские варианты лечения для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Вы можете использовать такие вещества, как уксус, масло чайного дерева или перекись водорода для лечения грибка ногтей на ногах. Держите ноги в чистоте и сухости все время, чтобы предотвратить развитие грибковой инфекции.